Добрый вечер! Вы смотрите заключительный информационный выпуск телекомпании Лобня. Сегодня 8 сентября, день выборов губернатора Московской области. Совсем скоро начнется подсчет голосов. Важно, чтобы среди этих голосов обязательно был ваш голос. Каким увидели этот день наши корреспонденты? Они расскажут в своих репортажах. Ровно в 8 утра, не минуты позже, открываются избирательные участки. Всегда торжественной вначале звучит гимн Российской Федерации. Опечатываются урны, собираются сторонние наблюдатели. К голосованию все готово. Бюллетени мы привезли вчера сотрудникам полиции. Он ночевал у нас, все проверил, опечатано, о чем составлены соответствующие акты. В день выборов принародно мы опечатали необходимые для работы. Это урно и переносной чемодан для голосования на дому. В бюллетени для голосования в алфавитном порядке внесены фамилии шести кандидатов. Жители Подмосковья впервые за 10 лет сами выбирают свое будущее. Губернатор Московской области. Правильно. Так и должно быть. Демократично. Сами выбрали, сами ошиблись, если что. Избирательный участок 1326 новый открылся только в этом году. Здесь голосуют жители микрорайона «Катюшки». Всего ожидают 736 человек. Утром, как правило, приходят те, кто в этот день работает. Так и Андрей Лаптев. Чтобы проголосовать, пришлось встать пораньше. Но для него быть одним из первых – дело чести. Ждал этого дня, если честно. Просто ответственно отнесся к этому действительно. Потому что Подмосковье развивается. И хочется действительно отдать свою голос за человека, который будет стараться для того, чтобы Подмосковье развивалось. Многолетняя традиция. Тем, кто впервые голосует, дарят памятные подарки. Алексей Бойко в честь этого получил диск о городе и сертификат, подтверждающий, что молодой человек впервые реализовал свое избирательное право. Внутри все переворачивается. Особенно, когда ставишь галочку за кого ты хочешь. Такое переживание сразу. Как говорится, твой голос будет решающим. И прям такое чувство, что переживающее. Украсить избирательный участок, создать праздничное настроение и комфортные условия для голосования. Ради этого можно и всю ночь не спать. В школе номер три разместились два участка – 13.23 и 13.24. Всем, кто проголосовал, дарят воздушные шары. Хлопотали все члены комиссии. Потому что хотелось, чтобы люди пришли и доставить им радость, довольствие от выборов. Но, наверное, все-таки веселое настроение немало важно в этот день. На всех избирательных участках работают ярмарки. Купцы предлагают разнообразный товар. В течение дня будут выступать ловнинские артисты. Ведь выборы – всегда праздник. Но и важный день, когда решается судьба региона. И она зависит от голоса каждого из нас. Избирательные участки будут работать до восьми вечера. Ожидается, что имя губернатора Подмосковья станет известно уже в первой половине следующего дня. В Лобне организовано 34 избирательных участка. В списке избирателей включено более 57 тысяч человек. Но цифра плавающая, как нам объяснили в территориальной избирательной комиссии. Потому что голосовать приходят и по открепительным талонам. И таких немало. За эти два часа уже 12 человек. Эти переносные чемоданчики тоже выполняют роль избирательных урн. Но для тех, кто по причине болезни не сможет прийти на избирательные участки. Формируется комиссия для выезда, для голосования вне помещения. У нас заявление на дому 24. Мы принимаем заявку для голосования на дому до 16.00. В гости члены избирательной комиссии и наблюдатели идут не с пустыми руками. Карты города Лобня и справочники с телефонными номерами. Ну а те, кто на участки приходит сам, своими товарами, мягкими, ароматными, красивыми и сладкими, радуют лобнинские корабейники. Обстановка на участках, как сообщают наблюдатели, спокойная. Нормально. Хорошо идет. Да, пока все спокойно, пока все хорошо. Наша телекомпания сегодня работает для вас. Все, что успеют увидеть наши корреспонденты, можно посмотреть не только в информационных выпусках ТРК Лобня, но и на сайте ТРК Лобня ВКонтакте. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков. Для программы «Акценты». Затем, как идет процесс голосования в Лобне, наблюдал и член Общественной палаты Московской области, известный адвокат Шота Гаргадзе. Сегодня один из самых важных дней Московской области. Люди выбирают себе будущее на ближайшие как минимум пять лет. Каким это будущее будет, на сегодняшний день зависит от нас с вами. Потому что одно можно сказать точно. И власти Подмосковья, и общественные организации, и временно исполняющие обязанности губернаторы сделали все для того, чтобы у жителей Московской области была возможность выбирать из всего разнообразия, которое есть на сегодняшний день. И полностью обустроены все избирательные участки всем необходимым для того, чтобы человек мог прийти и выразить свою волю. А то, что эти выборы пройдут честно, открыто, в этом у меня никаких сомнений нет, потому что и Общественная палата Московской области, и очень много видных деятелей, общественников, людей аполитичных, которые не имеют каких-либо своих личных пристрастий, да, и не принадлежат ни к одной политической партии, являются на этих выборах определяющими гарантами того, что никаких нарушений никто не допустит. Все будет честно и прозрачно, это самое главное. Яркие шары с надписью «Мы любим Лобню». Сегодня, 8 сентября, у лобницев есть возможность доказать свою любовь к городу. Ведь, выбирая губернатора Подмосковья, мы прежде всего выбираем и будущее для Лобни. Если власть будет учитывать мнение народа, соответственно, будет лучше жить. Зависит очень много. Власть многое берут на свои руки. Все начинается сверху. Как себя поведет главный начальник, так сказать, области, так и будет в области развиваться. Так что мы все время смотрим, особенно в нашей Лобни видно, что все процветает, развивается, цветет. Так что жизнь людей улучшается, и наша, соответственно, тоже. Так что мы всегда остаемся и будем патриотами нашего города. Мы его очень любим. Уже традиционно в утренние часы на избирательные участки приходят люди пожилые. Подтягиваются родители с детьми после полудня. Молодежь. Причем с каждым годом все активнее. Вы знаете, последние выборы, последние, молодежь стала активнее. Очень активнее. Президентские были выборы, мы даже удивились. Молодежь шла. Надеемся, что сегодня будет то же самое. Приятно, что лобницы приходят на избирательные участки целыми семьями. Вы всегда ходите голосовать вместе? Всегда. И всегда ходим. Почему? Ну, потому что это наша обязанность выразить свою волю и изъявление. И, собственно, мы всегда ходим в надежде на то, что что-то будет меняться, что мы являемся участниками жизни нашей страны. И, собственно, мы должны в этом обязательно участвовать. Надежды оправдываются? Не всегда. Не всегда, но мы всегда надеемся. Поэтому продолжаем ходить. Чтобы у детей все было. Хорошее образование, в первую очередь. Чтобы они были здоровы, чтобы хорошая медицина была, чтобы хорошие врачи у нас были, соответственно, и педагоги. В ДПО хотелось бы что-нибудь, какой-нибудь доступ для детей. Не хватает ясельных групп. Ну, уже, да, обещают, что с следующего года у нас в «Чайке» открывается. Да, мы в следующем году надеемся попасть. А вам нравится ходить на выборы? Да. А не дает вам детей бросить? Не пробовать? Нет. Попросите в следующий раз обязательно. Хорошо. Уверена, если хоть раз ребенок почувствовал значимость происходящего, ощутил свою сопричастность к тому, что происходит в городе, а значит и в стране, он вольется в число тех, кто по зову сердца всегда приходит на выборы. Уже в 8 утра у нас уже была небольшая очередь наших ветеранов. Мы уже этих людей знаем, встречаем, встречаем с подарками. Они благодарны, довольны. У нас книги, у нас для них схемы. Мы дарим, у кого нет закона Российской Федерации, дарим законы, книги, алобни, да. Ну, и самое главное для этих людей, наверное, доброе слово, приятно. Ну, часть людей все-таки на огородах, на дачах. А вы здесь сегодня предпочли или дачи нет? Нет, дачи нет. Мы всегда здесь и всегда на выборы ходим. С чувством долго привыкли. Обязательно должны пойти. Если не пойдем, не жители, не жители настоящие. Что сегодня нужно пенсионеру? Достойная зарплата. Я как инвалид, мне бы, конечно, лекарство, самое бесплатное, хотелось бы, вот. Потому что есть проблемы некоторые. Вот. Ну, ЖКХ, чтобы не росли. И чтобы город наш был чистый, вот, ухоженный. А вот как же изменяется наш город? Да. Год от года. На избирательных участках, расположенных в школе номер 4, ловницев, образно говоря, ждали не только хлеб, соль, но и зрелища. Одни задерживались у прилавков с самыми разными товарами. Другие предпочитали детскую художественную самодеятельность. Приятно и на душе светло среди зрителей в РИО руководителя администрации города Анна Куманова. С утра проголосовала, так что выполнила свой гражданский долг. Каждый человек не должен быть, конечно, равнодушным к своему городу, к своей области, к своей стране. Вот. И независимо от того, какая политическая ситуация, он должен свою волю высказать и высказать ее разумно. Те, кто уже сделал свой выбор, не отказались себе в удовольствии совместить важное и приятное, захватив с собой ароматные шашлыки. Очень вкусные. Погода хорошая. Идем в лес. За что вы голосовали? За справедливость. За что? За что еще? Чтобы было в стране все нормально у нас. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков. Для программы «Акцент». На избирательных участках расположившейся в пятой школе атмосфера настоящего праздника. Веселые конкурсы, задорная музыка, товары на любой вкус. Для впервые голосующих припасены памятные подарки. Мы подарили календарь, карту города и кружку в подарок. Конечно, приятно, когда так одобряют тех, кто первый раз пришел. Но самое главное, впервые голосующему вручается сертификат, удостоверяющий, что его обладатель впервые принял участие в выборах именно сегодня, 8 сентября. Стоит отметить, молодежь к выборам подходит осознанно. Я гражданин своей страны, и я пришла проголосовать, потому что я убираю того губернатора, под управлением которого я хочу дальше жить. Наибольший приток избирателей был отмечен утром. Днем на участках стало потише. Все ждали хорошей погоды и выборов, но, к сожалению, видимо, хорошая погода помогла людям вместо выборов прийти на дачные участки. Все-таки пока люди не очень-то хорошо идут, но надеемся, что все-таки музыка, организованная торговля, и люди все-таки выполнят свой гражданский долг. Традиционно лобницы проявляют избирательную активность утром и вечером, так что комиссия готовится к вечернему притоку горожан. Если на выходе с избирательного участка к вам обращаются молодые люди с вопросом, за кого вы проголосовали, не пугайтесь. Это организаторы экзотпола. Мы ни в коем случае никого не агитируем. Я спрашиваю народ, когда он выходит, кто их фаворит, кому они отдали голос. Человек имеет право отказаться, я никого не заставляю, это их личный выбор. До окончания работы избирательных участков остался один час. Не упустите уникальную возможность принять участие в судьбе родного Подмосковья. Придите на свой избирательный участок и используйте свое конституционное право выбирать. Сегодня, 8 сентября, выбирать главу Московской области на ближайшие пять лет. Мы же узнаем об этом только завтра. В едином школьном расписании в единый день голосования всего один пункт – выборы губернатора Московской области. Наша съемочная группа побывала сразу на трех избирательных участках – 8, 9 и спортивных школах. И убедилась, что и желания у всех, кто пришел в этот единый день голосовать – единые. Чтобы все было хорошо, чтобы строили детские сады, больницы у нас развивали, здравоохранение. В общем, хорошее будущее. В нашем городе очень много проектов, соглашений с Московской областью. Ну, в первую очередь, это новые места в детских садах, это расширение школ. Лобния одна, конечно, не в состоянии все это обеспечить. Поэтому нам, естественно, нужна помощь области. Надеюсь, что выберут достойного человека. Я надеюсь, что новый губернатор все-таки поборется с коррупцией и не останется от него долга в один миллиард рублей, как от предыдущего. Мы хотим, чтобы нашему городу помогал как можно больше. Чтобы у нас были… Город, чтобы расцветал, процветал. Чтобы у нас переезд этот сделали, наконец, который из Дмитровского шоссе, чтобы мы могли спокойно ехать, выезжать из нашего города. Чтобы сделали дорогу к Шереметьеву, мы надеемся, что тоже он нам поможет в этом. А вот мы все время говорим, что наш город самодостаточный. Может, нам и не надо помогать? Нет, нам надо помогать. Обязательно. Я думаю, что и немало нам надо помогать, потому что у нас все-таки тоже есть проблемы в нашем городе. Так что помощь нам от него нужна, и мы очень на него надеемся. Что-то сами, что-то все равно требуется дополнительной помощи. У тебя много. Город растет, население растет. Естественно, помощь от Подмосковья должна какая-то на какие-то там федеральные программы, муниципальные наши. Должно быть развитие определенного города. И, в первую очередь, здравоохранение. Это с моей точки зрения. Потому что я доктором здесь работаю в Лобне, и финансирование и помощь должна быть на более высоком уровне. Я всю жизнь прожила в Лобне, 58 лет, наверное. Всю жизнь ходите на выборы? Всегда хожу. Утром, с утра я хожу всегда. Это вот такая советская закалка, или вы каждый раз во что-то верите и чего-то ждете? Мы верим. Вот у меня сейчас двери всю разбили, три раза закопили. Думаю, не пойду. А все равно пришла. Думаю, нет, не хватает терпения, не сходить. Нужно сходить. Мы же живем в Подмосковье в первую очередь. Значит, мы должны голосовать за нормального, как сказать, губернатора, что-то от него, ждать хорошего. Так они стараются вроде как. Я так думаю, что если не приходить еще на выборы, как можно требовать от этого нашего местного руководства, в частности, или там областного, если мы их даже не выбирали. То есть выбирать надо. И идти на выборы обязательно надо. Обязательно надо, чтобы выборы были честными, чтобы были открытыми. Вот мне нравится, что сейчас установлены и видеокамеры, и что здесь представители разных партий. Это очень правильно. Но самое главное, чтобы избираемые, кого мы выбираем, чтобы они оправдали наше доверие. На избирательных участках в Лобне 89 наблюдателей. Наблюдал за ходом выборов в нашем городе и народный артист Евгений Князев, создавая своим настроением и своим появлением на каждом участке праздника. Потому что Лобня – это фактически моя родина, потому что поселок Луговая, там садовое товарищество «Березки», где мы проводим большую часть своего свободного времени. Работать приходится, конечно, в Москве, потому что я являюсь актером театра «Вахтангового», как вы понимаете, и ректором театрального института имени Щукина. Но случайность такая произошла, когда проходил мониторинг вузов. Наш театральный институт почему-то оказался в числе вузов Московской области. Ну, значит, какая-то судьба есть. У многих спрашиваем, не все понимают, собственно, а какая радость, ну, непосредственно, да, определенному городу от всего Подмосковья в целом. Целое не получится без счастья. Ну, и также части, и как же, так же целое дело делится на части. И от того, как часть будет взаимодействовать друг с другом, тогда получится общее целое, тогда получится Подмосковье. И если говорить в целом, то сегодняшний день точно можно назвать прибыльным. Избиратели пребывали на участке, в избирательных урнах пребывало голосов, а у самих горожан, благодаря концертам, устроенным на избирательных участках, и торговле, развернувшейся тут же, явно пребывало и в настроении, и в руках. Остается надеяться, что и наш город, и родное Подмосковье в целом тоже приобретет. Елена Козлова, Алексей Орлов, Михаил Жуков для программы «Акцент». Несмотря на унылую погоду, выполнить свой гражданский долг и проголосовать, лобнинцы пришли на избирательные участки в приподнятом настроении. Впервые за 10 лет жителям области предстоит выбрать губернатора. Что правильнее, выбирать или назначать губернатора, мнение горожан оказалось единогласным. Надо выбирать. Не просто назначили, а каждый, так сказать, выражал свое мнение. Народ должен знать, за кого он голосует, кто будет губернатором. Это правильнее. Идеальный губернатор он каким должен быть? Справедливым, хозяйственным. Он должен быть, ну, честный, конечно, не знаю, но он должен работать на благо города, на благо людей. Зарплату повышать бюджетникам. На пост губернатора Московской области претендуют 6 человек. Выборы прозрачны в прямом смысле этого слова. На избирательных участках, а мы побывали в школе номер 2 и номер 7, установлены прозрачные урны. Работают по 3-4 наблюдателя. Нарушений нет. Все идет очень хорошо и как положено по распорядку. Как правило, с утра большую часть голосующих составило старшее поколение. Потому что пожилые люди, наверное, рано встают, поэтому и более ответственные. А вы всегда голосуете? Да, всегда. Всегда. Нет, 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 нет. А почему? Считаю, это долг. Это долг. Наш долг перед государством, перед собой. Ближе к обеду стала подходить молодежь. Шли целыми семьями, с детьми. Как оказалось, даже самых юных горожан беспокоит будущее и города, и семьи. Зачем ты сюда сегодня пришла? Чтобы проголосовать за кого-нибудь. Больше всего бы я хотела, чтобы у всех все было хорошо. Ну, я хочу нормальной жизни. Чтобы было все хорошо. У кого? У мамы. Для каждого избирателя, голосующего на дому, а это, как правило, люди с ограниченными физическими возможностями и граждане пожилого возраста, заготовлены небольшие подарки. У нас есть один избиратель, которому в этом году 100 лет. Это Теренцова Варвара Михайловна. Ну, для нее, конечно, немножечко особый подарок. Поэтому здоровья и благополучия. Не с пустыми руками ушли сегодня голосующие в первый раз. Им вручили книгу Ларисы Васильевой «Встречи на все времена» с автографом автора, бейсболку, диск с фильмом о любимом городе. Отметить своих избирателей, чей возраст далеко за 80 лет, решили и на участке 13-18. Вручили кружки с символикой лобни. Мы решили, что дома за чашкой чая, с символикой города, они еще раз добрым словом вспомнят о том, кто о них заботится, помнит, кто желает им здоровья. И будут чувствовать себя хорошо за чашкой чая. Наталья Лопатина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков. Для программы «Акцент». Наш выпуск подошел к концу в 20.00. Смотрите повторение программы «Акцент» от 6 сентября. Сегодня членам участковых комиссий предстоит непростая ночь. Мы желаем вам крепкого здоровья, сил, терпения и, конечно, надежды на лучшее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok